турецкий язык урок номер один турецкий алфавит произношение гласных букв сегодня мы научимся произносить правильно турецкие гласные буквы всего в турецком алфавите 8 гласных букв есть буквы которые очень похожи на буквы русского алфавита вернее на звуки русского алфавита и есть некоторые буквы которые отличаются от звуков в русском алфавите и таких букв тоже не в русском алфавите. Начинаем с букв А, О, У, И, И. Эти все буквы очень схожи на русские звуки, соответственно, А, О, У, И, И. Единственное, что буква А и буква О произносится более кратко, но не так тянется, как в русском языке. То есть мы не говорим А, О, мы говорим просто более напряженно, А, О. Останавливаемся, не затягиваем их. Почитаем на примере несколько слов для того, чтобы вы посмотрели, как звучат эти буквы. Вы можете повторять за мной или просто слушать. Начинаем с буквы А. Армут, Ад, Араба, буква О, Ок, Ода, Окул, буква У, Ун, Узун, Учак, Буква И, Ирмак, Исы, Ишик, Буква И, Имза, Ип, Ирмик. Да, буква И в турецком языке пишется очень схоже с буквой И, только без точечки. И, возможно, вначале вы будете часто путать эти буквы, постарайтесь внимательнее быть и не путать эти буквы. Теперь дальше. Буква И и буква Ю. Таких букв в русском языке нет. Для того, чтобы произнести эти буквы, мы должны вытянуть губы трубочкой и более вперед и произнести буквы О и буквы У. И тогда у нас, в принципе, получатся эти буквы. Вытягиваем губы трубочкой и произносим. Буква И. Эрдек. Эдеме. Эдуль. Буква И. Ун. Учкен. Уни-те. Ни в коем случае букву И или букву И не произносим как буква Ё и как буква Ю. Даже когда они в начале или в середине, они всегда произносятся одинаково. То есть это у нас Ё и Ё. Переходим к следующим буквам. Теперь очень важная буква Э. Эта буква при написании похожа на нашу букву Е, но читается она не как Е, а как Э. И когда турецкая буква Э не читается как буква Е. И еще самая большая ошибка, которую делают русскоязычные люди, когда начинают изучать турецкий язык, это когда они путают эту букву Э с нашей буквой Э. В турецком языке нету такой твердой буквы Э, и поэтому, если вы хотите, чтобы у вас произношение было близко к турецкому, без акцента, то вам нужно очень хорошо запомнить, что буквы Э нету в турецком языке. Нету слов Бен, Беним, Эв. Есть слова, называем более мягче, смягчаем. Бен, Беним. Точно так же, как барашка бегает, так же говорим Бен. Часто я слышу русскоязычные наши люди, когда разговаривают по-турецки, говорят Бен, Беним, Сеним, но такого нету. Есть Бен, Беним, Сеним. Эль, Эв, Фенер, Генч. Я считаю, что это одно из самых таких моментов в турецком языке, которые вы должны обязательно запомнить и никогда не называть букву Э. Теперь, есть еще такие три буквы, которые, как бы в алфавите отдельно, их нету, но эти буквы используются в турецких словах, вернее, даже не в турецких словах, а в словах, которые заимствованы в основном из фарсии и из арабского языка. Итак, как используем эти буквы? Эти буквы, конечно же, точного правила нету, нужно запоминать в каждом слове отдельно, как они произносятся, но есть два вида произношения этих букв. Первое. Эти буквы, когда мы ставим шапочку над гласными А, У и И, мы их затягиваем, эти буквы, немножко дольше говорим, чем обычно. То есть, например, если бы стояло слово АЛЕМ, если бы стояла простая буква А, мы бы сказали АЛЕМ, но так как у нас она стоит с шапочкой, мы затягиваем АЛЕМ, ХАКИМ, МАСУС, КЕСИР, ТАРИХИ, то есть мы затягиваем эти буквы, когда видим с шапочкой. И еще, если эти буквы в основном идут с буквами КЕ, ЛЕ и Е, то у нас смягчают предыдущую букву, и сама эта буква называется более мягче. Например, КЯР, то есть если бы была простая буква А, мы бы сказали КАР, но так как это с шапочкой, мы говорим КЯР, ДЕ КЯР, КЯБУС, ГЮЯ, РЮЗГЯР, ЛЯ КИН. Я думаю, вам все понятно, переходим дальше. Теперь переходим к буквы Е, турецкая буква Е, пишется как Y, но на самом деле это буква, называние буквы самой Е, а звучит она у нас по-разному. Это согласная буква, но мы здесь должны ее рассмотреть, потому что благодаря этой буквы формируются и гласные звуки. То есть, если эта буква находится в конце слова, или после гласной и перед согласной, то эта буква читается как буква И. Например, слова КОЛАЙ, ЗЕЙТИН, УЙКУ, МЕЙДАН. Если же турецкая буква Е находится перед гласными О, У, А и Э, то это образует русские звуки ЙО, Ю, Я и Е соответственно. Например, ЙОЛ, здесь эта буква звучит как ЙО. ЮКОРЫ, здесь сочетание букв Е и У, звучит как Ю, получается ЮКОРЫ. ЮКОРЫ, ЯПРАК, здесь у нас образуется звук Я, ЙЕНГЕЧ, вот это как раз наша Е, которая стоит перед согласными, и мы ее читаем как Е. Если же эта буква находится перед гласными ЙО, ЙО, ИИ, то звук становится ЙОТИРОВАНЫМ и читается как Е, ЙОЛ, ЙЫ, ЙИ соответственно. То есть, не совсем гладкое ЙО, а ЙО. Но, например, ЙОН, ЮК, ЙОЛДЫЗ, ЙИРМИ. Но есть небольшая такая разница, и надеюсь, вы слышите эту разницу, даже если не услышите, со временем при изучении турецкого языка будете ее ощущать. Все турецкие гласные буквы делятся на две группы. Это твердые гласные, то есть, гласные, которые мы произносим твердо, звучат твердо. Это гласные А, ЙО и У. И вторая группа, это мягкие гласные, это у нас звуки Э, И, ЙО и ЙУ. Когда в словах у нас встречаются твердые гласные, то согласные буквы точно звучат вместе с этими буквами твердо. Если же гласные мягкие попадаются, то часто согласные буквы изменяются и звучат мягче. Для того, чтобы понять, мы можем сейчас прочитать несколько слов, и вы поймете, как они звучат. Например, КАР. Здесь ИК, ИР звучит твердо. Следующее слово КЕЛЬ. То есть, буква Э смягчила букву ИК и ЛЕ, и получилось КЕЛЬ. Дальше я прочитаю, вы просто слушайте. АК, ЭК, КЫЛ, КИР, БАЛЫК, КЕСИК, КОНУ, КЁР, ТОК, ГЁК, КУЛ, КЮС, ТОПУК, КЁРЮК. Вот, в принципе, все, что вам нужно знать про гласные турецкого языка. Спасибо за внимание. Следующий урок у нас будет по произношению согласных букв турецкого языка. ИК, КАР. ИК, КАР.